Продолжение следует... Всё время вот эти качели, да? В светлое, в тёмное, в светлое, в тёмное. Человека шатает туда-сюда. Потому что нам не дадут, нам не дают полностью освободиться. Нас держат здесь, очень хорошо держат. Ну, это, наверное, и является как бы движущей силой, да, эволюцией души человека, что душа постоянно находится от этих всех там то в светлом, то в тёмном. За счёт этого наши развиваются, верно? Человек в какой-то степени пробует это и пробует то, и решает, что ему лучше. На какой стороне ему оказаться? Да, где ему комфортнее, нужно ему это или не нужно. Человек может упасть вниз и подняться вверх. Очень высоко может подняться. То есть он сам решает, что ему делать, куда ему идти. Сам выбирает. Да. Расскажите, вот как произошла история с Люцифером? Он же был светлым ангелом, правильно? Изначально. Да, он был светлым ангелом, но выбрал тьму, потому что это ему понравилось. И это свобода. То есть в том плане, что можно проявлять себя таким вот образом. Наслаждение. Всегда только наслаждаться. Получать то, что ты хочешь. А вы не считаете, что он вас предал? Это не предательство, это дело выбора каждого. Он выбрал свой путь. Он выбрал свой собственный путь. Это не предательство, это по-другому. На высшем уровне это другое. Он играет в эту игру. Он выбрал свою игру, свою роль. Так же и вы выбираете свою роль и свою игру. А скажите, это как бы в порядке вещей. Он выбрал. Вы с ним же взаимодействуете, правильно? Продолжаете же взаимодействовать. Общаетесь? Мы общаемся для того, чтобы баланс был. Необходим баланс на земле. Общий язык вы находите, верно? В постоянном каком-то контакте. Да, это его задача. Это его задача. Он на своей стороне работает, занимается своим собственным делом. Мы занимаемся своим. У нас у всех свои дела. Каждый выполняет свою собственную работу. Но в иерархии он стоит на ступеньку ниже вас, правильно? Вы же создали его. Это не совсем так. Вы немножко не понимаете сути всего происходящего. Объясните в трёх словах хотя бы, чтобы мы понимаем. Это невозможно объяснить. Невозможно объяснить. Это как работа, понимаете? Это наша работа. То есть он стоит не на низкой ступени. Он стоит на высокой. Он очень мощный. Потому что он может и в тьму, и в свет уйти. То есть он насыщен, он всё вместе. Он и то, и другое. Это целостность называется. Это называется целостность. Целостность. Он уходит в тьму, потому что это его работа на данном этапе, на данном уровне. Он работает именно с тьмой. Это его миссия, да. Да, он работает там. Ему это всё надоест. Он может прийти и сказать, всё, я больше не хочу там работать. Я познал, я познал. Я устал, я устал. Я хочу отдохнуть от этого всего. Я хочу вернуть. Всё, он возвращается в свет, отдыхает в свете. Мы его направляем на другую должность. Переправляем. Прикольно. Он работает на свет. Всё. Всё. Всё.